уважаемые близнецы я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию дару прогноз на неделю с 19 по 25 декабря включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому расклад подойдет и мужчинам и женщинам что мы сегодня рассматриваем основные моменты связаны с вашей личной жизнью с рабочей профессиональной деятельностью карты будут и для тех кто при работе и для тех кто не работает рассмотрим ваши возможные доходы расходы долги кредиты внешний мир любую информацию которая может исходить из внешнего мира как она может на вас влиять скрытые факторы что в них позитив или негатив подведем итоги этой недели расклад также покажет ваши основные кармические задачи в этом периоде также в раскладе будет карта форс-мажора или карта дополнительного совета это то на что лишний раз нужно будет обратить внимание и также сейчас вы можете загадать картам один вопрос желания карта которую я достану самый последний ответит на загаданный вами вопрос поэтому думайте о своем желании работаю я сегодня на колоде таро арканум помогать нам будет арахул тайн который вы видите перед собой на столе кому нужно больше время для того чтобы загадать свой вопрос нажимаете на паузу думайте еще о своем вопросе и мы с вами начиная уважаемые близнецы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению начну с того что у ваш расклад выпало большое количество фигурных карт я вижу две женские особы даже три это карта императрицы это карта королевы жезлов эта карта королевы мечей то есть здесь я вижу абсолютно три разных женщины если говорить о женщинах близнецах императрица может показывать вас собственной персоной умение что-то организовывать умение с кем-то договариваться умение что-то планировать я вижу что вы женщина очень творческая очень общительная и при этом эта карта также показывает и ваши внешние данные и то что вы можете притягивать к себе взоры противоположного пола и то что вами могут восхищаться не только мужчины но и женщины также здесь я вижу очень много общения с противоположным полом потому что ваш расклад начинается с мужской карты это король монет а это говорит о том что если меня смотрят женщины на вашу жизнь так или иначе влияет мужчина и не один но от одного мужского лица явно что-то зависит в работе или финансах либо в каких-то рабочих договоренностях я вижу что мужчина вам действительно в чем-то пытается искренне помочь потому что здесь есть реальное действие какие-то реально происходящие события если говорить о мужчина близнецах то по этой карте я вижу что уже в начале этой недели вы настроены очень серьезно уже в начале этого периода обсуждаются какие-то важные вопросы касающиеся текущих дел все это с кем-то может бурно обсуждаться потому что вижу споры переговоры разногласия но в этих спорах может рождаться любая истина и я не вижу того чтобы что-то было вам не подвластно то есть вы многое также можете решить но если говорить о мужчинах как бы вы ни были умны и практично эта карта показывает вашу практичность во многом вам также помогает женщина либо женщина для вас в чем-то является основой женщина придает вам энергии женщина придает вам сил и уверенности женщина для вас может быть музой или женщина вам в чем-то может покровительствовать не зря ваша складно входящие события выпала замечательная императрица все важные дела и проекты можете начинать решать прямо с понедельника и понедельник и вторник и среда предвещает для вас быть очень успешными помимо основных текущих дел я вижу что вы обсуждаете и какие-то или новые или дополнительные проекты то есть для вас важно развитие если говорить о женщинах-близнецах то благодаря вам я вижу что еще кто-то рядышком с вами будет развиваться потому что вы кого-то поддерживаете или вы кого-то за собой тянете в центр вашего расклада в основные кармические задачи выпала карта короля жезлов которая может показывать мужчину темненького и по мужчину кориглазово может быть даже это рыженький мужчина либо это мужчина огненной стихии овен лев или стрелец по гороскопу для женщин эта карта говорит о том что вам в чем-то нужно будет заручиться действительно поддержкой вот такого мужчины которого я описала два мужчины по поводу вас будут вести какие-то важные переговоры важные разговоры я вижу что есть человек также в мужском лице из-за которого вы очень сильно будете нервничать но другой вам чем-то помогает и на внешний мир также выпала королева жезлов эти карты даже могут показывать семейную пару с которой вы будете связаны если меня смотрят те кто находится в супружестве вы в отношениях карты могут показывать вашу вторую половинку то что без ее или его совета также ничего не происходит и здесь тоже что-то бурно обсуждается также во внешнем мире есть женщина очень активно и очень грамотно с которой вы также обсуждаете и финансовые вопросы и вопросы может быть даже вашей личной жизни или вопросы семьи поэтому не исключу что это может быть хорошая знакомая подруга или для кого-то даже родственница в малом кресте вашей судьбы я также вижу две карты скорости две карты дорог это карта шестерки жезла и карта рыцаря мечей обе карты могут говорить о любого рода передвижениях важных для вас но из-за каких-то дорог в экране нервничаете вы постоянно куда-то спешите вы постоянно куда-то летите есть информация которая вас немножечко огорчает но я вижу что по поводу этой информации тоже что-то решится или станет на свои места но чего-то все-таки вы будете опасаться того чтобы вам что-то угрожало из внешнего мира вам или вашим близким я не вижу потому что на внешний мир выпали все благоприятные карты но я вижу что рядышком с вами есть люди которые за вашей спиной либо вашу сторону дышат каким-то негативом либо здесь идет какая-то злоба либо зависть потому что я вижу что вас кто-то или хочет наказать или будет пытаться в чем-то или чем-то наказать и это не совсем честные или не совсем правильные действия то есть люди которые рядышком с вами кто-то готов идти на конкретную подлость поэтому все таки будьте бдительны и осторожны если вы знаете откуда может исходить этот негатив скорее всего вы знаете откуда может исходить этот негатив потому что по всем картам я вижу что вы пытаетесь свою жизнь полностью контролировать и чем больше у вас будет информации чем больше будет общение с другими людьми тем больше вы что-то держите под контролем поэтому общение и информация это ваше оружие у тех у кого есть основная работа я вижу что в работе вы можете преуспеть центральная карта гарантируют доходы и заработок успешные сделки такое чувство что вас в основных рабочих моментах либо финансов кто-то может подвести потому что из-за кого-то вы будете раздражаться из-за кого-то будете нервничать внутри работы с кем-то возможны конфликты лив либо разногласия тоже но вы в чем-то можете отстоять свою правоту если говорить о женщинах вы будете успевать что-то решить и во внешней мере и внутри вашего дома я вижу что многие из вас готовятся к торжествам возможно это торжества внутри вашего дома может быть это чьи-то юбилеи намечающиеся дни рождения свадьбы помолвки или даже то что кто-то уже подготавливается к новому году и вам хотелось бы его отметить я вижу что рядышком с вами есть люди которые являются вашей родной на которых вы действительно можете рассчитывать если говорить о мужчинах то это две женщины внутри вашей семьи и одна и другая не желают вам плохого а наоборот всячески пытаются помочь если говорить о женщинах то внутри вашей семьи внутри вашего дома очага многое зависит от вас но есть еще какая-то женщина с которой вы тоже советуетесь общаетесь что-то вместе обсуждаете также я вижу что те у кого есть основной источник дохода вы хотели бы куда-то свои деньги вкладывать так чтобы эти деньги работали на вас я вижу что эта неделя не совсем благоприятно для того чтобы рисковать крупными или большими деньгами но если говорить о небольших суммах то вы их можете проворачивать и благодаря этому тоже у вас может быть подработка если меня смотрят те люди которые не работают вообще из-за денег у вас кем-то явно есть конфликты если меня смотрят те кто пытается сейчас для себя или для близких оформить определенные субсидии или льготы в этом тоже есть сложности но чуть позже показано что на ваш вопрос нужно не менее полгода или что-то может решаться от 6 недель все-таки ваш вопрос можно сдвинуть с мертвой точки и он разрешим я вижу что и в этом периоде вы что-то сможете себе позволить это как какие-то покупки обновки для себя или для близких неплохие и нужные приобретения для дома тоже могут быть полезными и долгосрочными если меня смотрят те у кого есть долги или кредиты я вижу что вам сложно отдавать даже несмотря на то что есть основной источник дохода у многих либо вы с кем-то не согласны по поводу определенной отдачи либо вы хотели бы что-то по долговым договоренностям пересмотреть если это собственные ваши долги если кто-то должен вам то деньги сложно вернуть и здесь без конфликта тоже скорее всего не обойдется поэтому тоже возможно выяснение отношений но в общем-то и в малом и в большом кресте вашей жизни я вижу и хорошие карты в данном периоде в преимуществе и гораздо больше негативных я вижу всего лишь несколько карт это карта рыцаря мечей и карта пятерки мечей которые как раз и могут говорить о конфликте которого либо вы не ожидаете либо даже может быть такое что если вы почувствуете определенную угрозу или опасность от конкретного человека или лиц возможно вы даже попытаетесь предвосхитить события и кого-то сами может даже попытаетесь вывести на конкретный разговор и в вашем случае это тоже будет правильное решение давайте перейдем к нашим семейным парам и посмотрим что у вас для семейных пар выпала благоприятная карта десятки монет и карта шестерки жезлов две карты говорят о большой радости о том что в этом периоде или в самое ближайшее время в доме что-то будет отмечаться в доме есть во первых положительная динамика и благодаря вам и благодаря вашему партнеру явно в дом поступают деньги явно у вас есть какие-то общие цели общие разговоры и самое главное что у вас двоих есть ресурс который вы сможете использовать а это говорит о наличии финансовых возможностей и вы что-то благодаря этим деньгам сможете покупать приобретать и вы благодаря тем деньгам которые будут наличие что-то сможете в доме улучшать карты также могут показывать какие-то просто теплые семейные разговоры теплые семейные встречи и то что кто-то из родных и близких вас поддерживает вас слышит и вас искренне любит карты очень хорошие также карты могут говорить о том что вы либо планируете какие-то совместные дороги либо это дороги вашей второй половиночки которые вы будете тоже вместе обсуждать если такие дороги запланированы то вы впоследствии сможете их реализовать перейдем к нашим свободным близнецам и посмотрим что у вас судя потому что в раскладе выпало много женских и много мужских карт это говорит о том что общением вы не обделены явно вы кому-то нравитесь и карты могут предполагать любого рода встречи знакомства но по раскладу я вижу что у вас может быть выбор лично для вас выпала четверка монет карта королевы ничей и карта десятки жезлов первая карта говорит о том что вы немножечко волнуетесь из-за финансов вы переживаете чтобы вам на все хватило на ближайшие нужды вы пытаетесь где-то сэкономить вы пытаетесь отложить и это действительно правильные мудрые решения потому что работает ваша логика и вы пытаетесь просчитать для себя многие варианты наперед и вы знаете что эти деньги действительно могут рано или поздно пригодится вот эти самые резервные деньги даже если есть отложены здесь не такая большая сумма я вижу что вас могут ждать траты это могут быть какие-то вынужденные траты вы немножечко нервничаете но финансово восстанавливаться вы все-таки сможете для тех у кого есть основная работа я вижу что вы сможете заработать но внутри работы идет напряжение тоже возможно с кем-то непростые разговоры либо карты показывают большой объем работы либо то что вы тратите очень много сил и энергии но получаете гораздо меньше чем могли бы по факту получать и здесь должны обсуждаться вопросы по поднятию может быть оплаты вашего труда но если вы работаете на кого-то то скорее всего в ближайшее время пока этого не произойдет то есть я не вижу что вам кто-то уже зарплату понять поднял но это может обсуждаться если вы работаете сами на себя в особенности женщины я вижу что в работе что-то накопилось и или что-то вам нужно будет решать срочным образом даже если вы работаете в коллективе или на кого-то карта королевы мечей говорит о том что вам нужно в чем-то проявлять характер независимость может быть вы должны смело в чем-то высказывать или отстаивать свою точку зрения или возможно вам даже кого-то нужно поставить на место или возможно вам даже кого-то нужно поставить на место тут возможно даже подработка или приработок вы решаете не только свои собственные задачи но еще и чита тем самым тащите целый воз на своих плечах я не вижу того чтобы вы много отдыхали я вижу что вы постоянно в делах время на отдых фактически не остается но вы об этом сейчас особо и не думаете на первый план выходят какие-то другие более важные задачи может быть концу этого года подводя итоги этого года вы пытаетесь что-то закрыть по старым или по прошлым проблемам и вполне успешно потому что карта десятки жезлов всегда говорит о неплохом результате если говорить о вашей личной жизни то что касается женщин вы явно не готовы быть с кем попала я вижу что вы можете нравиться многим но вы очень выборочны в любых отношениях я не вижу того чтобы вы кого-то к себе близко подпускали даже если есть прямое общение и вы кому-то очень нравитесь вы настолько прямолинейны что где-то своей прямолинейностью можете мужчин немножечко даже отталкивать или отпугивать вы не привыкли что-то решать за счет мужчин привыкли многое решать самостоятельно поэтому вы знаете что вы справитесь но по раскладу я вижу что вам не нужно быть такой категорично если вам кто-то предлагает дружбу или любой все-таки присмотритесь кому-то повнимательнее потому что рядом с вами может оказаться вполне достойный партнер или партнерша это касается и мужчин потому что я вижу что если меня смотрят мужчины скорее всего у вас есть общение с какой-то женщиной но женщина но эта женщина больше из прошлого это может быть ваша бывшая вас еще ждут какие-то разговоры потому что женщина считает что вы еще что-то должны или женщина считает что вы в чем-то в отношении нее были несправедливо и сейчас она пытается в чем-то расставить точки над и а это может говорить о том что кто-то уже после развода по-прежнему держит своей душе какие-то обиды и я вижу что вы хотите своему бывшему или бывшей что-то доказать или что-то показать то что вы во первых справитесь без него или без нее но в то же время если вы что-то делили или делите здесь еще предстоят непростые разговоры теперь давайте вернемся в вашу рабочую профессиональную сферу возьмем дополнительные карты для тех кто работает и для тех кто не работает что вам нужно знать для тех кто работает для тех кто работает выпала карта старшего аркана папы или старшего аркана иерафанта эта карта дает вам полную защищенность она говорит о том что у вас замечательный ангел-хранитель который вам помогает буквально каждый день во всех ваших делах и начинаниях но это может быть и конкретная помощь реальных людей реальных лиц карта может показывать мужчину начальника директора покровителя человек который вас заинтересован и человека который готов вам чем-то помогать да то есть мы видим защищенность для тех у кого есть официальная работа свою работу вы явно не потеряете и по этой карте даже что-то может в работе меняться для вас лучшую сторону давайте возьмем теперь карту для тех кто на сегодняшний день пока без работы для вас выпала тройка жезлов эта карта показывает активный образ жизни показывает очень много общения возможно у кого-то есть подработка либо вы ждете какой-то информации издалека потому что карта может показывать за границу может быть кто-то обдумывает или планирует работу за границей поэтому для вас важна любая информация которая идет от людей с которыми вы будете общаться это могут быть друзья знакомые или родственники для тех кто активно работу ищет вам нужно будет немножечко подождать но эта карта гарантирует трудоустройство и то что вы очень быстро в любом коллективе займете первые или лидерские позиции также по этой карте я вижу что если вы работу ищете вам еще кто-то с поиском работы может помогать действительно возможно работа на выездах или работа за границей для кого-то по этой карте возможно перечисления издалека на карточку вам возможно кто-то будет пересылать денежки тоже для вас не вижу ничего плохого что в скрытых факторах скрытые факторы для вас выпала пятерка мечей карта шестерки монет и карта семерки жезлов скрытых факторах карты говорят о том что в самом ближайшем окружении есть люди больше это касается рабочей деловой сферы поэтому для тех кто работает особое внимание сейчас рабочей сфере все-таки много зависти много чьей-то злобы кто-то возможно считает что вы зарабатываете больше или у вас слишком чего-то много самое интересное что по этой карте вам в глаза чего-то не говорят а могут быть интриги за вашей спиной вот это неприятный момент но я вижу что есть и те кто может вас поддержать или тех кто на вашей стороне семерка жезлов говорит о том что вы никогда никому не будете молчать и при любом малейшем недоразумении или конфликте вы тут же попытайтесь расставить точки над и и карта говорит о том что преимущества или какие-то бонусы в ваших руках поэтому ваши враги по большому счету вам ничего плохого сделать не смогут поэтому если чувствуете что правда на вашей стороне обязательно за нее боритесь на завершение этого периода для вас выпала карта туза чаш карта говорит о том что выходные будут для вас очень замечательными наполненными счастливыми эта карта говорит о том что вы будете просто радоваться жизни эта карта может показывать любые положительные новости чью-то любовь отдых может быть абсолютно разный и дома и вне дома каким бы он ни был выходные вы проведете очень хорошо потому что эта карта показывает то что вы наполняете силами энергии карта показывает обновления внутри вас карта может показывать то что с кем-то у вас будет приятное и легкое общение для влюбленных замечательная карта потому что она может говорить о встречах о свиданиях о романтике также эта карта может показывать какие-то творческие увлекательные процессы возможно выходные дни вы захотите заняться тем в чем чувствуете потребность и если у вас есть хобби или увлечения вы явно чем-то интересуете что-то изучаете и карта может показывать творчество если говорить о подведении итогов этой неделе тонна итоги тоже карта говорит о возможных обновлениях и любой радостной для вас информации на форс-мажор либо вскрытые факторы на основной совет для вас выпала карта старшего аркана мага карта мага всегда говорит о управлении или о том чтобы вы могли чем-то управлять карта мага говорит о могуществе о умении что-то менять если говорить о женщинах то скорее всего вашем ближайшем окружении есть мужчина от которого что-то может зависеть или с мужчиной вы что-то вынуждена будете обсуждать либо с мужчиной вынуждена будете в чем-то соглашаться либо вам нужно будет принять какие-то условия мужчины но это будет в конечном итоге хорошо для вас для мужчин эта карта говорит о том что вы должны уметь пользоваться своим даром красноречия вы должны быть во всем убедительными должны красиво свои мысли доносить другим людям и вас обязательно услышат но эта карта может говорить и о легком давлении моральном на других людей возможно вам нужно на кого-то надавить для того чтобы решить какие-то свои вопросы но это должно быть не прямое давление то есть у вас обязательно в чем-то должен быть хитрый план который вы смогли бы использовать также эта карта всегда говорит о каких-то козырных вариантах что при решении любого важного вопроса вы должны уметь что-то спрогнозировать наперед для того чтобы избежать неприятностей именно поэтому ваших руках должны быть какие-то козыри которыми вы впоследствии смогли бы воспользоваться и вы действительно ими сумеете воспользоваться так как эта карта напрямую может говорить о магии возможно кому-то с помощью магических практик стоит улучшить собственную защиту либо даже с помощью магии вы могли бы что-то для себя решить и здесь будет разговор диалог мужчины и женщины если меня смотрят люди практикующие которые занимаются магией любые магические манипуляции в этом периоде или любые ритуалы в периоде будут успешными скорее всего есть какой-то человек который пытается вас просматривать но нанести какого-то конкретного вреда вам не смогут по раскладу я вижу что кто-то может пытаться перекрыть ваши финансовые потоки может быть здесь есть какие-то блоки которые нужно немножечко почистить ну а теперь давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта восьмерки монет и эта карта дает уверенный ответ да с чем я вас и поздравляю в отношении вашего вопроса скорее всего вам понадобится гораздо больше времени чем запланировано было изначально эта карта ежедневного труда и эта карта говорит о том что без труда не выловишь рыбку из пруда поэтому возможно вам еще нужно будет что-то сделать возможно вам еще нужно будет что-то решать организовывать может быть с кем-то общаться карта может показывать любое и дружеское общение и то что кто-то заинтересован в том же в чем и вы или то что может прийти откуда-то еще помощь которую вы тоже сумеете воспользоваться если вы эту помощь примите давайте возьмем еще три дополнительные карты из и ракула тайм и спросим что еще вам было бы интересно знать в этом периоде информация и женщин и для мужчин для вас выпала очень интересная подборка карт это коса но в данной колоде здесь изображение серпа и пшеницы колосьев карта медведицы и карта сада о чем говорят эти карты они говорят о том что если меня смотрит женщина вы пытаетесь что-то завоевать или кого-то завоевать вы показаны как женщина завоевательница это говорит о том что у вас очень сильный характер и даже где-то в чем-то вы готовы идти на пролом я вижу смелость я вижу уверенность и вижу настойчивость даже я вижу некоторую агрессивность которую вы проявляете когда это необходимо когда чувствуете малейшую угрозу я вижу что в вашем окружении могут быть очень полезные или влиятельные люди влиятельные знакомые или те связи которыми в ближайшее время вы сможете воспользоваться вы по этим картам можете быть очень уважаемым человеком для других но почему-то здесь карты показывают какие-то большие разногласия общественности то есть карты могут показывать то что с кем-то вы не сходитесь во мнениях но свою правоту вы всегда умеете отстоять или доказать в конечном итоге что вы правы то есть вы что-то способны аргументировать также эти карты показывают то что вас ждет определенно сбор урожая то есть в работе у тех у кого есть основная работа это получение прибыли показано что что-то дается вам нелегко или непросто в особенности женщинам и у вас даже с кем-то по поводу финансов могут быть какие-то спорные разговоры но тут вы получаете то за что боретесь также для вас выпала карта книги которая может говорить о том что вы бесконечно чему-то учитесь вы постоянно что-то изучаете в каком бы вы ни были возрасте вы чем-то постоянно интересуетесь и это тоже является вашими амбициями если говорить о мужчинах-близнецах то на вашу жизнь очень сильно может влиять женщина женщина требовательная женщина властная из-за которой вы немножечко нервничаете с этой дамой у вас могут быть даже какие-то напряженные разговоры возможно это женщина с которой вы связаны работой либо еще чем-то во внешнем мире но в конечном итоге договориться вы сможете или через женщину идут определенные блага и многих из вас эти карты показывают как людей очень очень образованных но знаний для вас никогда не бывает много уважаемые близнецы таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько эта информация для вас была интересна и полезна я не прощаюсь сами я вас всех жду на следующей неделе всем удачи и до свидания а